Здравствуйте, друзья, с вами Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин. И я Борис Марсенкевич. Всем добрый день. Борис Андридович, тут в новостях пишут. Мишустин, Россия увеличит экспорт СПГ до 100 миллионов тонн в год. Это надо зачитывать. По поручению президента, правительство работает над увеличением объема производства и экспорта СПГ, разработан законопроект, который поможет активнее использовать мощности арктических маршрутов для перевозки СПГ в страны Азиатско-Техоокеанского региона. Цитата. Закончено. Прокомментируйте, пожалуйста, вот этот вот необычный объем. Это действительно было сказано на заседании правительства 10 марта сего года. Давайте, во-первых, в постановлении шла речь о том, что к программе СПГ подключаются новые участки, расположенные в Арктике на таком расстоянии от единой системы газового снабжения, что экономически необоснованно ввести к ним трубопроводы. Там же было сказано, что таких месторождений сейчас огромное количество, более трех триллионов кубометров газа. И, кроме того, было сказано, что действительно к 2030 году Россия будет производить 100 миллионов тонн СПГ. Я готов цепляться за каждую фразу, потому что ни одна из них неподготовленному слушателю ни о чем не говорит. Можно вот приметы, на основании которых месторождение относится к тем, где нужно производить СПГ. Удаленность от единой системы газового снабжения и 69-я параллель. Мало того, там были даже названы географические регионы. Ямал и Красноярский край. Все понимаю. Тогда первое, что приходит в голову, это, конечно, группа тамбейских месторождений. Если южно-тамбейское месторождение является ресурсным источником для проекта Ямала СПГ, то три месторождения, которые были вокруг него, считались маленькими, и после дополнительной разведки выяснилось, что это единое месторождение, общий объем ресурсов 7,7 триллионов кубометров. Они находятся севернее Ямала СПГ. Они находятся на Ямале. То есть они совершенно точно подходят под описание, которое дал в своем выступлении господин премьер-министр. Ямал? Да. До единой системы газового снабжения далеко? Да. В одном месторождении 7,7 триллиона кубометров. Чуть позже, через несколько предложений, господин премьер-министр говорит о гигантских запасах в 3 триллиона кубометров. На северо-запад от Тамбийского месторождения, я сейчас, к сожалению, на вскидку не помню, есть еще одно, тоже лицензионный участок Газпрома, там еще 2,2 триллиона кубометров. Итого 9,9 триллиона. На этом фоне фраза «огромные запасы в 3 триллиона кубометров» подразумевает, что все, что происходит на Ямале, как ни удивительно, наше правительство не интересует. Видимо, это расположено настолько близко к единой системе газового снабжения, что намного удобнее построить туда трубу. Смешно. Но на самом деле это так. То есть, действительно, Тамбийское месторождение будет разрабатываться за счет того, что они будут присоединены к единой системе газового снабжения. Тогда о каких 3 триллионах кубометров идет речь? Опять загадка. Загадка имеет разгадку достаточно простую. Это проект «Восток-Уру». Поскольку братья геофизики, проводя свои исследования по поводу того, что содержится в земных недрах, могут сказать совершенно точно углеводороды. На вопрос Игоря Сечина «Там нефть?» отвечает углеводороды. Для того, чтобы узнать, что же там находится, берем буровую установку и разведывательную скважину. Понятно, да? Да, «Восток-Уру» — это на день сегодняшний 6,5 миллиарда тонн нефти. И это действительно почти 3 триллиона кубометров газа. Роснефть везет. Прямо скажем. И, соответственно, возникает вопрос, а что, собственно говоря, «Роснефть» делает с этими месторождениями. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала «Независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика.Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива поиска спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Зене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на спонсор.ру. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика.Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание. Роснефть – это точно не газовая компания, честное слово. Мало того, когда речь шла о разработке технико-экономического обоснования проекта «Восток-Овол», Роснефть думала о нефти. Поразительный, но факт. Вот это посыл со стороны правительства «Роснефть». Напрягись, укуси себя за пятку, но придумай, что делать еще и с газом. Пойдет «Роснефть» на расширение вот настолько, а это же и совсем другие объемы инвестиций. Как они это будут делать? «Роснефть», разумеется, по этому поводу молчит, потому что размышлять там есть о чем. Это же не какое-то одно гигантское месторождение. Это относительно небольшие, 150-180 миллиардов кубометров, которые вдоль всего Востока-Овола, собственно говоря, и протянут. Я напомню, что расстояние от Ванкорского кластера месторождений до порта-бухта Северная на Диксоне 770 километров. Вот на протяжении этой трассы, так скажем, там планируется строительство магистрального нефтепровода на каких-то расстояниях от нее есть газовое месторождение. Что с ними делать? Оставить нетронутыми? Ну, как бы нелогично. Хватит ли возможности «Роснефти»? Ведь деньгами со стороны государства и никто помогать не собирается. Мы же деньги ФНБ собираем исключительно для того, чтобы нам их заморозили. Так же выглядит основная цель. Каким образом? Понятно, что наверняка могли бы найтись страны, которые проект вот такого уровня, такого масштаба пустили на народное IPO. И были бы совершенно правы, потому что здесь совершенно очевидно, как будет выглядеть монетизация и капитализация. Как недавно рассказал наш самый финансовый из всех наших министров на счетах физических лиц, в российских банках лежит что-то там около 30, что ли, триллионов рублей. То есть понятно, что если бы это была возможность, мы бы скинулись. Мы бы скинулись, если было бы предложено на разумных условиях. Эта нефть, она никуда не денется. Если бы к этому проекту присоединили еще и газ, ну, наверное, тоже рискнули бы. Я бы рискнул, если бы у меня деньги когда-нибудь пыли. Теперь, что касается чисто технических вопросов, что делать с месторождениями природного газа, найденного на 52 лицензионных участках проекта «Восток»? Разведка продолжается. Лицензионных участков 52. То есть там работа еще выше головы. Крупнотоннажной технологии у России просто нет. Вот физически нет. У нас есть какие-то отдельные крохи. То, что сделано «Росатомом» инициативно, перевожу на русский за собственный счет, проведены научно-исследовательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, созданы головные образцы, проверены головные образцы. Все за свой счет, надеждая на то, что это выстрелит. Вот в таком режиме ОКБМ, отдельное конструкторское бюро машиностроения имени Игоря Африкантова, город Нижний Новгород, разработала собственная модель погруженных насосов креогенных. То есть это насос, который стоит погруженный полностью в жидкость с температурой минус 162 градуса, и эту жидкость перекачивает. Инициативно разработаны стендеры. Это насосы, которые предназначены для перекачки СПГ из заводских емкостей в танки-газовозы. Ну, представляешь. В Подольске научились делать витые теплообменники, так называемые. Это пятый по счету завод в мире, который умеет их делать, но произведено это было для арктического каскада, а это среднетоннажное, там 900 тысяч тонн. Машиностроительный дивизион Росатома, когда был задан в лоб вопрос, сможете ли вы делать то же самое для крупнотоннажного разряжения, ответ да, но нам нужно техническое задание, грамотно разработанное, чтобы к нам вопросов потом не было, и 2-3 года работы. Чудес на свете не бывает. Что еще? Росатом взял на себя разработку турбодетендеров. Это последний этап разряжения, когда последние там уже считанные градусы надо добрать для того, чтобы жидкость получилась. Технология там на школьном уровне. Есть емкость под высоким давлением, отделена перегородкой, емкость, где давления нет. Лучше всего там состояние вакуума. Вот если пропускать через тонкой струйкой, через так называемый детендер, то под большим давлением выскакивает, сразу расширяется, теряет градусы, превращается в капельки жидкости. Вот это они тоже на себя взяли. Но на этом все. Что у нас еще есть? Очень своевременно выстрелили одновременно практически силовые машины, газовая турбина 170 мегаватт, и ОДК, объединенная двуготестроительная корпорация 110. Идеально подходит для того, чтобы обеспечить электроэнергию. Сам завод и какой угодно вахтовый поселок при нем, для того, чтобы работать можно было в таких условиях. Но производственной мощности ОДК две турбины в год. Маловато будет, прямо скажем. Производственной мощности силовых машин, да, значительно сильнее. Они же силовые машины. Восемь комплектов в год. Здесь как бы все в порядке. Но если газовая турбина использовать в производственном процессе, при извержении газа, там достаточно часто нужно маневрировать мощностью, причем в большом диапазоне. От 30% до 100. Турбины, которые разрабатывали две вот эти компании, они предназначались для того, чтобы их ставили на электростанции. То есть вот такое маневрирование настолько глубокое, просто не предусмотрено. Понятно, что если нашим конструкторам хватило сил на то, чтобы саму турбину разработать, они это тоже сделают, но это тоже требует времени. Так что, есть ли смысл Роснефти ждать, когда появится у нас полностью своя крупнотоннажная технология, Росатом никогда не возьмется в оборудование для фракционирования газа. Сжижать необходимо только метан, все остальные составляющие, метан, пропан, бутан и прочее, должны быть удалены. Росатом за это браться точно не будет, потому что это уж настолько не его тема, что дальше некуда. Есть арктический каскад. Патент принадлежит компании «Новотек». Компания «Новотек» с ним намучилась, потому что попытки раскидать комплект оборудования на отдельные тендеры и на каждом из них сэкономить привели к тому, что было потеряно больше двух лет на отладку. «Вы хотели дешево, вы получили дешево, а что он стоит наискосок? Ну, вы же хотели дешево, давай мы тебя оштрафуем и найдем того, кто сделает не наискосок». Вот два года на подобного рода вещи и ушли. Но это вполне возможно. Сейчас опытный образец в составе Ямала-СПГ уже работает, и теперь уже замечаний нет. Все отладили, все смогли обеспечить. Тем более, что за это время «Росатом» успел подсуетиться и испытательный криогенный стенд на базе НИИ-ЭФА, Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры под городом Санкт-Петербург, тоже построен. То есть, когда «Новотек» мучился с Арчиком СПГ, такого стенда еще не было. Сейчас есть возможность, прежде чем тащить на место, прогнать на всех мыслимых, немыслимых режимах, убедиться, что все в порядке, или убедиться, что чего не хватает, доделать, только после этого поставлять. Заинтересован для «Новотек» в том, чтобы стать лицензиаром, совершенно беспонятно. Я думаю, ему могут посоветовать, и он поймет, что он очень этого хотел, причем очень недорого. Здесь локализация оборудования даже на самом арктическом каскаде, то есть на первом образце, было порядка 70%. Понятно, что после всего, что пережил «Новотек», уровень локализации, там, наверное, процентов под 90 подкатил, то есть вполне может быть. Тем более, что такие проекты, когда крупнотоннажный завод на самом деле состоит из среднетоннажных блоков, в Соединенных Штатах две штуки таких есть. То есть там мощность каждого отдельного блока менее 1 миллиона, но их собрали, так скажем, в длинный ряд, получили 12 миллионов тонн в завод. Что на этом можно выиграть? Тоже понятно. Среднетоннажные можно строить быстрее, с учетом того, что гигантских месторождений в составе «Восток-Ойла» нет, можно, грубо говоря, поштучно одно за другим обеспечивать. Что для этого нужно? Это получить согласие от «Новотека» не только на сам патент, но и уговорить его специалистов выступить в качестве компании, может быть, специализированный ЕПЦ-контракт, инжиниринг, продактинг, констрактинг, простите за мой английский. По-английски я разговариваю, но только со словарем, с людьми стесняюсь. То есть они обеспечивают не только общестроительные работы, но и проверку всего оборудования, подписание контрактов с каждым из производителей, заводские проверки и, соответственно, монтаж на месте в единую технологическую линию. То, что «Новотеку» после всего, что он пережил с арктическим каскадом, это под силу, понятно. Будет ли он создавать отдельную структуру, которая будет на такие ЕПЦ-контракты выходить, я думаю, что это вопрос переговоров, и, как водится, весь вопрос цене вопроса. Уговорить можно. Может быть, вот с этим постановлением правительство подталкивает «Роснефть» вот на этот путь. То есть не надо чего-то долго ждать, пока появится крупнотоннажная технология, здесь отработано. Игорь Иванович, будьте добры, мы можем предоставить переговорную площадку, чтобы встретились с Леонидом Викторовичем, и даже кофе принесем, и двери запрем, пока не договоритесь. Пойдет на это «Роснефть»? Хватит ли у нее инвестиционного потенциала, так скажем? Будет ли она поддержана нашими крупными банками? Реален ли этот проект при тех процентах, которые устанавливает Эльвира Сахибзадовна? Сложно сказать. Весь вопрос, чего мы хотим? Выполнить все инструкции, разработанные федеральной антимонопорной службой, или создать, собственно, новую водоросль экономики. Если второе, то да, это возможно. Возможно ли это сделать до 2030 года? Да, возможно, потому что степень локализации высокая. Патент собственный. Здесь не надо кланяться никому, и никому не надо рассказывать про какие-нибудь вторичные, третичные санкции. Все свое по-домашнему. Я так понимаю, что вопрос о том, как организационно это может быть, каких усилий потребует, и, разумеется, объем инвестиций, который для этого необходим, и последнее слабое место – это танкеры-газовозы. Те самые криогенные емкости, которые должны быть у каждого завода. Международная практика показывает, что порядка 20% от смертной стоимости СПГ-завода – это как раз те самые криогенные емкости. Они необходимы, потому что в этом случае технологические линии завода работают в своем режиме, наиболее оптимальным для него. Танкеры, подходящие для того, чтобы забрать готовую продукцию, от этих технологических линий не зависит, подстыковался к емкости, залил и убежал. Они для Ямала СПГ, вот эти красивые, по сгущенку разрисованные, они построены по технологии французской компании GTT, Газ-Транспорт Технологиз, которая с Россией работать отказалась. Тут, опять же, для чего, откуда взялась технология Марк-3, самая новая, которая стала практически монопольной на планете, это криогенная емкость, из которой испарение СПГ составляет 0,08% в сутки. 0,08% в сутки. Первые танкеры газовоза, которые появились, вот эти криогенные емкости выполнялись просто из алюминия. Вот если ты видишь на картинке фотографию, где-то вот такие шарики из палубы торчат, это алюминий. Слой в 7 сантиметров алюминия выдерживает криогенную температуру. Почему оказалась востребованная технология Марк-3, тоже понятно. Ну, во-первых, 7 сантиметров алюминия, он металл хоть и легкий, но он уже что-то весит. Танкеры-газовозы, которые возят алюминия взад-вперед, ну, как бы это сказать, насчет экономической целесообразности. Экономическая целеобразность уже падает. Второй момент – необходимость шаровидной формы. Представь себе два лежащих рядом шара, посмотри вниз там, где они стыкуются, пустое место. То есть мало того, что нужно таскать алюминия, так мы еще не всю емкость трюма можем использовать. GTT от этого отошло. У них совершенно другая технология на основании январного сплава. Это, грубо говоря, не ржавейка. Слой толщиной всего 1,2 сантиметра, миллиметра, простите, что это я говорю. Большое, высокое содержание нигеля, порядка 29%. Наши металлурги, такой сплав – да, но необходимая ширина проката – 5 метров – нет. У нас просто нет таких прокатных станов. У нас самый тонкий слой, который мы можем выдать, это 8 миллиметров, никуда не годится. Почему таких станов нет? Потому что нужен заказ. Такой стан стоит денег, причем немалых. Если составлять технико-экономическое обоснование, надо видеть, каким образом инвестиции вернутся. Давайте долгосрочный контракт, давайте большой заказ, тогда понятно, тогда мы в эту игру играем. Ну, первый вопрос, который возникает сразу. Вот эта заводская емкость, выполненная по технологии Mark III, она, простите, для чего? У нас что, алюминия маловато? Ее не надо возить. Да, она похожа на шар. Ну и что? С алюминием у нас все в порядке. GTT ушло. Если говорить об этой емкости, то там идет вот этот тоненький слой, 1,2 миллиметра, практически никакой. Дальше идет фанера. Высокотехнологичная фанера, я сейчас не шучу. Пять заводов в мире производят. Номер 5-й, это наша Свеза. Требования к этой фанере, но они ближе к фанатистике. То есть, со стороны СПГ, температура минус 162, наружная температура, ну, если перевозка где-то в тропиках, плюс 50, и это надо выдержать. Если речь идет о море, значит, это качка, это возможные удары. То есть, более чем высокие требования на ударные нагрузки. И поскольку, ну, как выглядит форма трюма, ты представляешь, что она чуть уже вниз, чуть шире вверх, это значит, что слой же фанеры должен становиться, вот, иметь разную толщину на разных. Редкостная технология. Дальше для страховки идет второй слой вот этой январной прокладочки, 1,2 миллиметра, и еще раз слой фанеры для того, чтобы можно было опереться оборудованию. То есть, так вот все непросто. Повторяю, зачем все эти красоты, если речь идет о стационарной заводской емкости? Непонятно. Французы ушли. Нам-то теперь что делать? Разумеется, Русатом уже свое слово сказал. Да, я готов. Да, будут композитные материалы. Да, мы подберем и по емкостным температурным характеристикам на сжатие, на удары все будет сделано 2-3 года. Разумный срок. В этом случае, ну, хотя бы одна проблема. Снижается, снимается, причем снимается хорошо. Проблема Марк-3. Если алюминиевый шар на заводе произвели, подождали, пока изготовили корпус судна, краном опустили, закрепили все в порядке, то емкости Марк-3 надо выращивать одновременно с бортами судна. Основная ребра жесткости это борт. То есть, вот поэтапно. Ну, на что Русатом сказал, это композиторы. У себя вырастим, привезем, закинем, болтом притянем, будет все нормально. Ну, 2-3 года. И следующий вопрос, который, опять же, возникает, это что делать с самими танкерами-газовозами. Они, те, которые построены для Ямала Европы, для Ямала СПГ, те, которые строились для Арктик СПГ-2, там стояли и стоят финские двигатели, работающие либо с дизельным топливом, либо с СПГ, от парной СПГ, там хоть 0,08%, но если ты везешь 70 тысяч тонн, то у тебя от парного газа порядка 7 тонн в сутки вполне достаточно. Ну, как бы, вполне разумно. Мы на это пошли. Версово, разумеется, тоже знают песню «Давай, до свидания». И нам теперь что делать? Был проект строительства не атомных, обычных ледоколов на СПГ. Уже отказались, они уже дизель-электрические. Замечательное решение. Мы не умеем строить СПГ-двигатели, мы их и не будем строить. Вот все. Красивое решение, все проблемы сняты. Не умеем и не будем. Все. Понятно, какой будет следующая атака со стороны одещавшей Европы. Дизельные двигатели, весь Северный Ледовитый океан в мазуте, пингвины умерли. Ай-яй-яй, не будем покупать СПГ, которые вот на таких двигателях движутся. Как эту проблему решать? В мире уже есть ассоциация компаний, владеющих судами, где моторным топливом является метанол. Снимаются все вопросы про экологию. Технически, да, сложно, потому что теплотворность другая, октановое число другое, другое воздействие на емкость, в которой находится более ядовитая жидкость, но технически решаемо. Принципиальных каких-то сложностей нет. То есть вот это можно разработать. Пока этим никто не занимался. Если Роснефть возьмет на себя груз, чтобы вот так комплексно все это решать, договориться о патенте с Новотеком, договориться о ЕПЦ-контракте с тем, чтобы, соответственно, специалисты Новотека взяли на себя переговоры со всеми российскими производителями оборудования. С Росатомом можно договориться самостоятельно, здесь вряд ли какой-то последний требуется. Да, в принципе это решаемо. Но Восток Оил это про нефть. А вот все то, что я перечислил, те самые 3 триллиона кубометров, это дополнительная новая программа, за которую надо браться практически с нуля. Потому что Роснефть этим не занималась, она ведет георазведку на нефть, она, разумеется, фиксирует газовые месторождения, ставит их на учет в Роснедра, все как положено. Но я пока ни разу не натыкался хоть на один материал, который бы рассказывал о том, что Роснефть готова расширить Восток Оил еще и превратить его в нефтегазовый проект. Может быть, вот то постановление, о котором, изменение закона ОСПГ, о котором шла речь на том, заседание правительства, будет дополнительным стимулом. Может быть. Но тогда нам что остается? Либо найти какого-то журналиста, который умеет задавать и получать вопросы в Роснефть, либо мирно ждать, когда пресс-служба нашей крупнейшей нефтяной компании что-нибудь сообщит по этому. То есть, потенциально, как бы, все есть. Есть решение о том, что будет подан законопроект об изменении в законе об СПГ. Роснефть входит в число компаний, которые имеют право на экспорт СПГ, зафиксировать вот новые месторождения, а дальше либо должна возникнуть какая-то отдельная государственная программа, потому что Роснефть может просто сказать, ну, не хватает у меня никаких ресурсов, ни организационных, ни финансовых, я понимаю, что дело нужно, дайте запустить нефтяную часть, и тогда я про ГАЗ вспомню, там, лет через 10. Либо какое-то другое организационное решение, появление там дополнительного подразделения в Роснефть, или отдельная государственная компания, которая возьмет на себя переговоры с Новотеком и с Роснефтью. Сложно сказать, но хочется надеяться, что то, что мы от господина Мишустина 10 марта услышали, получит свое логическое продолжение в обозримом будущем. Хотелось бы побыстрее, но вы понимаете, о каких суммах идет речь, если не понимаете, могу напомнить, мировая практика показывает, что инвестиции в технологическую линию подразделения газа мощностью 1 миллион тонн требует 1 миллиарда долларов. Вот дальше начинаете считать, причем в эту сумму не входят танкеры-газовозы, которые отдельных денег стоят, а если речь идет о Востоке или это танкеры-газовозы в арктическом исполнении усиленного ледового класса, разница в цене, если не говорить о последнем скачке, который в прошлом году состоялся, танкеры-газовозы, привычной емкостью 70 тысяч тонн, это 160 миллионов долларов. Усиленный ледовый класс, так называемый Ямал-Макс, 320. Но в Южной Корее. А сколько они будут стоить, если их построят в России, если не нужно будет выплачивать Royalty за чужие технологии, не исключено, что столько же. Почему? Я только на это могу надеяться, потому что, разумеется, первые головные образцы будут стоить дороже. Просто по определению. С любой техникой головные образцы всегда стоят дороже. Понятно, если это войдет в Сирию, то есть если Роснефть будет увеличивать и увеличивать эти объемы, постепенно себестоимость снизится, потому что у нас и специалисты подрастут, и промышленность наша эти заказы станет воспринимать не как нечто из ряда вон, а традиционное поточное конвейерное. Но до этого еще дожить надо. Так что вот такие у меня комментарии по поводу высказываний Михаила Владимировича. Вот такие у меня надежды на то, что будет продолжение. Ну а что касается 100 миллионов тонн СПГ к 2030 году, пусть это остается на совести того эксперта, который подсказал премьер-министру вот такую цифру. Борис Александрович, большое спасибо за комментарий, весьма познавательно, поучительно и перспективно. Друзья, подписываемся на Геоэнергетика.инфо в Телеграме, в Дзене, особенно это касается тех, кто нас читает и смотрит без подписки. Все ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово помочь нашему проекту. Дальше бодро вещать на просторах Ютуба в условиях лишения монетизации. Спасибо. До новых встреч. Не забывайте подписываться на наш канал, распространяйте наши ролики в ваших социальных сетях, следите за оперативными новостями в Телеграм-канале. Всем спасибо. Всем всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова